Прийти к нам. Можно я расскажу, какая у вас сегодня была? Да, да, пожалуйста. У нас сегодня встреча с мужчинами мулькового челленджа. Челлендж, чтобы она немножко зависает, да? Сегодня встреча с мужчинами мулькового челленджа «Доблесть». У вас такое название «Доблесть». В 5 и больше 1, что-то человек у нас было. И более 10 человек в Институте Багаландиты аккуратно помогали организовывать. Где-то половина совершенно новые люди, которые раньше не учились. Многие сейчас писали, что впервые с вами тоже знакомиться. У нас прошло 3 встречи. Была встреча с Сергеем Витальевичем Аванковым по аскезам. Мы разбирали спектр «Доблести». Удивительное слово «Доблесть», которая сейчас совершенно мало употребляется. Но это качество, да? Это привез в себя качество. Мужчины, мы говорили. Вот мы разбирали одну встречу, главная встреча по аскезам. Вторая встреча у нас была с Мариной Забушаревной. Мы подготовили по внутренней афории, по разговорам, делающим рогом. Как видите, в коробке, в организме. И Патрик Работы сказал нам про лидерство и силу сообщества. У нас в 33-ти такие прошли. По клиентам мы вызывали какие-то аскезы, какие-то обязательства. И в течение недели уже, ну, стараемся нам встануть. И мы прочитали «Благоварный бутон». То есть мы прочитали пять таких очень важных стихов. «О природе гнева» 262. О обязанности, в своих обязанностях. Почитали про то, что вы разбросите апатию сражаться 3.30. «Формулу мира» почитали. И сегодня как раз читали о вручении себя знакомому учителю. Вот такие темы. Соответственно, каждый день у вас были задания. И каждый день в чате обсуждали вот эти темы. Показали вместе с ребенком. И вот сегодня хотим попросить вам, и надо открыть вот эту черную доблестину. И на самом деле она появилась, когда мы читали «Благоварный бутон». Когда Господь Гришни дано наставление Рады Бриткова. Он обращался к нему как доблестный царь. Да, вот выставки «Мои наставления». И вот из этого у нас родился. Какое доблесть. Какие качества мужчины должны брать, то есть тебе какая-то получше всего делать. Можно добрыскать эту тему, и потом, наверное, будет вопрос у участников. То есть мы не читаем никакой текст сегодня из «Благовадгиты»? Если мы не читаем текст сегодня из «Благовадгиты»… Нет, мы не читаем текст сегодня из «Благовадгиты». Но даже если мы принесли вам его четвертую песню. Четвертая глава? Какой текст? Четвертая песня. двадцатый двадцатая голова 413 вот это выставление уставления 420 сейчас я найду да понятно 420 13 сейчас 2420 какой текст а какой текст 13 13 12 или 13 13 12 про добрость хорошо что же мы тогда будем читать спасибо добрый день всем участникам все кого интересуют такие глубокие знания конечно очень радостно видеть вас нас объединяет этот интерес мне тоже это очень интересно читать изучать практически постоянно и как-то обращаюсь к этим текстом священным бхагавад гитошима два года там вот и сегодня вот ну по вашей милости меня тоже есть такая возможность вместе с вами провести так время итак это всем от бхагаватам 4 песня 20 глава появление господа вишну на жертвенной арене махараджи притху тринадцатый текст самахараджи притху тринадцатый текст самахараджи притху тринадцатого на таблине Это был санскрит Перевод О, добрестный царь Пожалуйста, будь всегда беспристрастен и одинаково относись ко всем людям К равным тебе К тем, кто стоит выше И к тем, кто занимает более низкое положение Пусть мимолетные горе и счастье никогда не выводят тебя из равновесия Всегда держи повиновение свое ум и чувство Находясь в этом трансцендентном состоянии Старайся выполнять возложенные на тебя обязанности В каких бы условиях ты по моей воле не оказался Не помни, что твой единственный долг на этой планете Защищать своих подданных То есть это обращение Господь Вишна обращается к Махараджи Притху Императору Земли Ну и по этой причине здесь очень высокий стандарт Высокие требования к императору Вам парам пара праптам имам раджарши ведух Это Бхагавадгита говорит Что эти знания передавались только праведным царям раньше Они не распространялись так широко, как сегодня всем и каждому То есть исключительно для управления миром Потому что тот, кто эти знания обретает, обретает могущество Полденное могущество влияния на людей Эти знания не даются людям завистливым, злонравным Нездержанным, неуравновешенным Помышляющим о самоубийстве Или те, кто любит убивать животных Описывается так же Эти знания не распространяются всем поголовно Но тогда возникает вопрос Почему мы все-таки это обсуждаем сегодня публично И широко Только по одной причине Что в мире не осталось таких царей, как Махараджи Придху То есть это были ведические времена И эта парам пара была сохранена Преемственность Вам парам пара праптам имам раджарши раджарша Раджариша значит святой царь Риши Как раз вот то, что здесь описывается Будь беспристрастен И одинаково относись ко всем людям К равным тебе К тем, кто стоит выше И к тем, кто занимает более низкое положение Ну, это немыслимо Для современного человека То, что описано здесь Не под силу просто так делать Равное отношение Тем, кто выше, равен И тем, кто ниже Но мы не можем Сохранять такое же уважение К тем, кто ниже Как тем, кто выше Как правило, в этом мире Старших избегают Чтобы не получать их наставления Хотят освободиться от их влияния С равными конкурируют Соперничают Сражаются А младших, которые менее разумные Их просто как-то используют Обманывают, эксплуатируют Это сегодняшняя ситуация в мире Даже если мы говорим о правящем классе То есть они утратили Эти вот духовные Трансцендентные качества Для управления миром Здесь же говорится Первое Пожалуйста, всегда будь беспристрастен Равно относись ко всем Пусть мимолетные Горе и счастье Никогда не выводят тебя Из равновесия Никогда Не горе Или счастье Счастье тоже может вывести Из равновесия человека Может быть вы замечали Скорее всего знаете Что если человек становится Удачливым, материально Богатым вдруг Он Меняется по отношению К своим друзьям Окружающим людям Они не узнают И вот раньше ты был Какой-то близкий Нормальный человек Сейчас ты недоступный Такой Великий ты вдруг стал Над всеми Возвышаешься Теперь ты такой богатый Такой успешный И то есть Разрыв происходит Это влияние Удачи материальной Как правило Человек Современный Не собирается Свою удачу Делить Даже с друзьями Даже с близкими людьми Часто из-за денег Даже близкие люди Вредят друг другу Из-за наследства Или какого-то выигрыша Такое случается Ну и горя Тоже может Человек опустить руки Потерять веру В жизнь Вообще Сегодня сплошь Рядом Столько таких Примеров Из-за каких-то Трудностей Люди Злятся на весь мир Теряют Это равновесие Доброе расположение Веру И творят Какие-то Плохие вещи Просто В своей жизни Падают Опускаются Всегда держи В повиновении Свои умы Чувства Всегда держи В повиновении Ум и чувства Тогда Кто Должен держать В повиновении Кто такой Я Ведь мне кажется Что ум это и есть я Ум не внушает Что это Мои мысли Мои идеи Мои мнения А здесь говорится Нет Нужно держать В повиновении Ум и чувства Ум и чувства Всегда уводят Человека От истины Если они не под контролем Всегда Обязательно В Бхагавадгите Говорится Что ум Величайший враг Человека Если не под контролем Но если под контролем Лучший друг Лучший друг Поэтому Злейшего врага Чем мы сами Для нас Никого нет Это говорится Как раз На нашем уме И ум Контролируется Разумом Который выше ума Сильнее ума То есть Йоги знают об этом Как устроено Тонкое тело Живые чувства Высший ум Над умом Разум Над разумом Уже вот это Я Находится И разум Ближайший сосед Как раз Моего истинного Я И он является Таким проводником Вот я Через разум Могу Контролировать Кум Но нужно познать Себя для этого Здесь же Поскольку Махараджи Придху Уже находится В этом знании Просто ему Напоминается Держи в повиновении Ум и чувства Напоминают Потому что Все же Он может Выскользнуть Из-под контроля Нужно быть Бдительным Ну Как это происходит Как Ум Выходит Из-под контроля Вы Наверное Знаете Что если Ум О чем-то Думает Воображает Следом за этим Появляются Эмоции И ощущения Вот таким образом Это происходит А ощущения Переходят В действия И человек Уже делает Какие-то Странные вещи Если вы Пробовали На вкус И вспоминаете Вкус На языке Появится Слюна То есть Ум Уже Включается Видите Чувства Включаются Просто Если мы Вспомним Какой-то Объект Чувственного Наслаждения В действии Мы удивлялись Как вот Хочешь Лимон И сразу Во рту Наступает Реакция Просто По одному Звуке Лимон В уме Наступает Реакция Как будто На языке Уже Лимон Слюна Выделяется Мы сами Удивлялись Удивительно Мы только Вспомнили Лимон И уже Все происходит И мужчина Смотрит На женщину И начинается Возбуждение Само по себе Происходит В уме И вот Эти вещи Необходимо Контролировать Разум Он предназначен Для того Чтобы человек Не забывал Цель Вот она Доблесть В чем заключается Цель Устремленность То есть Не забывайте Свою главную Цель Высшую цель Ради чего Собственно Мы существуем Находясь В этом Трансцендентном Состоянии То есть Трансцендентное Это слово Значает Надматериально То есть Ты недоступный Будешь Влиянию Вот этой Двойственности Матери Ума Внешних Обстоятельств Кто выше Кто ниже Кто равный Вот эти все Обстоятельства Тебя не будут На тебя Не будут влиять Отсюда Твоя сила Будет Могучство Проявляться Человеку Секрет Силы Заключается В том Что Насколько Вы контролируете Чувства Насколько Можете Управлять Людьми Если Подданных Это Обращение К Монарху Защитие Кшат 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 Воин Кшат 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 Изначает Боль Травит И освобождает От боли Вот Твой Долг Следи Чтобы Никто Не Страдал Из Твоих Подданных Защищай От Несчастья От Боли Поэтому Главная Обязанность Царя Была Чтобы Люди Получали Духовные Знания Не Как Сегодня Запрещают Даже Публично Распространять Духовные Знания Потому Что Люди Выходят Из Под Контроля Тогда Денег Или Власти Вот Поэтому Настораживается Светское Если вы будете Так Слишком Глубоко Верующими То Вы Выйдете Из Под Контроля Материального Вы Не Будете Заинтересованы В Власть В Деньгах Вы Будете Владать Другой Силой Влияние И Образуется Государство Государство Как Мы Сможем Управлять Таким Государством Поэтому Не Нужно Слишком Расширять Все Духовные Знания И Распространять Сегодня Еще Пока Такая Нуждаются В Этих Знания Они Тоже Начинают Это Понимать Что Уже Не Способны Управлять Мир Мир Разваливается На Глазах И Поэтому Обращаемся К Мужскому Населению Не Только Мужскому Населению Женскому Тоже Женщины Могут Еще Больше Воздохновить На Этот Путь Если Они Сами Понимают О Чем Здесь Речь Идет Это Наши Жены Да Дочери Матери Если Они Понимают Они Очень Сильно Могут Нас Вдохновить Но Роль Вообще Лидерская К мужчинам Относятся В мире Они Могут Обладать Твердым Разумом И Доблестью А Женщины Должны Под Защитой Под Защитой Здесь Есть Комментарий Это Один Из Примеров Того Как Верховная Личность Бога Господь Вишну Дает Непосредственно Указание Своему Преданному Каждый Из Нас Должен Выполнять Указание Господа Вишну Независимо От Того Получены Ли Они От Самого Господа Или От Духовного Учителя Который Является Его Полномочным Представителем То Тот Кто Не Искажает Слова Бога Из Священной Писании Является Духовным Наставником Тот Кто Искажает Не Может Быть Духовным Наставником Он Может Быть Мыслителем Или Философом Но Это Не Духовный Наставник Арджуна Сражался В битве На Круг Шетри Выполняя Приказ Самого Кришны Верховной Личности Бога Точно Так же Притху Махараш Получил Наставление О том Как Следует Исполнять Обязанности Царя Непосредственно От Господа Вишну Имя Вишну Означает Все Держители Все Проникающие Ну То Что Все Держит Поддерживает Но Мы же Находимся На поверхности Земли Мы не Разлетаемся В разные Стороны Гравитация Есть Какая-то Мы привыкли К этому Конечно Это Обычное Дело Но Это Сила Гравитация И Орбитальные Эти Энергии Тоже Эти Схемы Галактик Систем Они Тоже Все Связаны Как Описывается Ведах Они Все Связаны В одно Единое Целое И Каждая Система Должна Быть На Своем Месте Например Планета Земля Это Средняя Планета Вселенной Она Не может Быть Ни Высшей Ни 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 Смешаны Рай И Ад То есть То Другого Можно Получить Опыт Но Есть Высшие Планетные Системы Где Меньше Страданий Где Больше Наслаждений И Низшие Планетные Системы Где Как раз Преобладают Страдания И Уменьшаются Вот Такие Энергии Как Сострадание Любовь Добродетель И Больше Появляется Холодного Рассудка Эгоизма Жадности И Зависти Это Низшие Миры Туда Уходят В те Области Это Все Описывается В пятой Песне Благовата Пурана Как Устроена Вселенная Итак В этой Вселенной Есть Вот Этот Порядок Конечно Она Грандиозная Потому Что Планет Как Пыль Воздухе Для Нас Это Просто Хаос Выглядит Как Хаос Но Хотя Мы Знаем Что В Солнечной Системе Есть Четкий Порядок Математически Точный Порядок Все Эти Звездные Знаки Эти Зодиака Они По Ним Усчисляют Время Точнейшее Время И Уже Сегодня Мы Знаем Что Эти Знаки Зодиака Они Также Влияют На Судьбу Человека То есть Мы Связаны Воедино Целое Конечно Жен С этим Космосом И Тот Кто Придерживается Этого Принципа Тот И Строго Выполняет Все Указания Духовного Учителя Всегда Находится В Освобожденном Состоянии То есть Вишна Это Тот Кто Поддерживает Все И Вся Знает Всю Вселенную Вот Есть Такое Знание Трансцендентное Знание Или Вот Это Священное Знание Это От Вишны Или К То же Самое И Мы должны Не из своего Опыта Или Домыслов А уже Готовое Трансцендентное Знание Которое Передается По Парампари Поэтому Здесь Говорится Именно Об этом Что Духовный 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 Представителем Вишну Быть Именно Оттуда Из этого Источника Получает Знание От Сверхдуши Обыкновенные Люди Должны Подчиняться Принципам Варнаши Мадхармы Исполнять Свои Обязанности Определяемые Тем Какое Положение Они Занимают В системе Четырех Каст И Четырех Укладов Духовной Жизни То есть Являются Они Браманами И Кшатри Вашими Решудрами Брамачария Грехастива Напрасили Саняси Вот Речь О Доблести В тексте Упоминается Только Кшатри Это Император Мира Царь Это Один Из Мы Разные Всего Есть Это Священнослужители И Учителя Есть Руководящий Класс Также Это Цари Воины Администраторы Есть Класс Бизнесменов Которые Могут Заниматься Банковским Делом Земледелием То есть Какими То Производствами И Быть Богатыми И Есть Рабочий Класс То есть Мы Разные Но О Доблести Когда Речь Идет Это Относится Каждому Человеку Доблесть Означает Выполнять Свои Обязанности Несмотря Ни на Что Несмотря Ни на Что Сегодня Человек Бросает Что-то Хочет Начать Новое Малейшая Трудность Он Хочет Сразу Что-то Бросить И Только Деньги Могут Держать Его Чтобы Он Терпел Какие-то Трудности За Большие Деньги Он Будет Терпеть А Иначе Если Даже Это Его Обязанность Например В браке Он Легко Сегодня Разводится Бросает Чтобы Начать Новую Жизнь Сколько Угодно Это Может Продолжаться Сегодня Мы Не Очень Постоян Не Очень Доблестны Это Касается Сегодня Всего Населения Мира Почему Чувство Не Подконтролен Чувство Не Нравится Что-то И Мы Не Хотим Это Делать Чувство Нравится Мы Хотим Это Делать Жена Нравилась Нравилась Другая Мы Ведем В ту Сторону И Так Далее Но Здесь Речь О Долге И Трансцендентном Знании Мы Понимаем Мы Понимаем Что Все Можно Доесть И Жена Может Надо Есть И Работа Может Надо Есть И Такая Жизнь На Такую Зарплату Тоже Может Надо Есть Все Это Мы Понимаем Конечно Но Дело Не В Все Неудачники Прошлого Описанные В шастрах Великие Люди Потеряли Все Знаете Почему Только По одной Причине Чтобы Ренин Довольный Тем Что У них Есть Чувства Не Контролировать Поэтому Первое На Путь Их Доблести Нужно Научиться Быть Счастливым Сейчас Вот При Этих Обстоятельств Которые Мы Уже Находимся Возможно Мало Денег Не И И Я Должен Счастлив В знании В исполнении Долга Находить Удовлетворение Внутри Себя Вот С этого Начинается Путь К успеху Могуществу И развитию Цивилизации Более Сильно Чем Сегодняшняя Цивилизация Эта Цивилизация Уже Гибнет Она Не Выживет Материальная Цивилизация Без Духовного Знания Это Невозможно Мы Это Сегодня Видим Никто Из Людей Сегодняшнего Мир Не Я Я Счастливым Человеком Не Мы Не Видим Что Кто Научил Этому Итак Значит Речь идет О Сознании Человека Не О Его Профессии Или Карьере А Сознании И Внутренней Силе Самоконтроля И Конечно Без Источника Без Безграничного Источника Мы Не Можем Быть Счастливы Если Мы Не Связаны С Иссекают Вот Но Если Подключить Эту Батарейку К Источнику Она Не Иссякнет Поэтому Речь Здесь О Вишну Не Иссякаемый Источник Энергии Господь Вишну Уверил Притху Махараджи Исполняя Обязанности Царя Всегда Держаться В стороне От Деятельности Направленной На Удовлетворение Потребности Тела И Постоянно Служить Господу Благодаря Этому Он Сможет Всегда Находиться В освобожденном Состоянии Что такое Освобожденное Состояние Это Состояние Свободное От Невежества Есть много Форм Невежества Мы Не знаем Прежде всего Себя До конца Это Тоже Невежество Не Зная Себя Мы Начинаем Деятельность В этом мире И Невежество Будет Увеличиваться Если Вы Хороший Математик Гений Но Если Вы Вначале Берете Пишите Дважды Два Равно 4 И 0 0 0 Целых Такая То Десятая Почти Точно Почти Точно На Одну Там Тысячную Единицу Вы Ошиблись И Дальнейшие Расчеты Вы Идеально Правильно Вы Считываете Но Чем Дальше Вы Считаете Тем Больше Ошибка Увеличится Вот Как Это Происходит То Есть Действовать В Этой Мире С Ответственностью Не Зная Кто Я Подобно Действовать Сумасшедшего Сумасшедший Человек Не Знает Кто 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 Наполеон Думает Еще Кто Но Это Неадекватный Человек И Сегодня Мы Все Глядим В Наполеоны Многих Тварей Миллионы Для нас Орудия Одно Еще Это Пушкин Писал Об Этому Настроении Об Этой Неадекватности Поэтому В мире Что Происходит Преступление Наказание Преступление Наказание Карма Преступление Наказание Все Что Мы Получаем С вами И Плоды Нашей Деятельности Жизни Они Жалки На самом День Не Приносят Нам На самом День Полного Удовлетворения Итак Освободенность Этот Стих Объясняет Смысл Слова Батха Саухрида Употребленное В предыдущем Стихе Постоянно Поддерживать Тесную Связь С Верховным Господом И получать Указания От его Истинного Преступления Гуру И искренне Исполнять Их Может Только Тот Кто Безучастен В деятельности Материального Тела Материальное Тело Действует Само По себе Автоматически Не Нужно Эти Вещи Культивировать Собака Занимается Сексом А человек Занимается Сексом Значит Культивирует Он Смотрите Сколько Производств Для того Чтобы Устраивать Свой Быт Комфорт Кровати Там Не знаю Мебель Там Простыни Там Белье Это Целые Производства Работают Сколько Дизайна Сколько Труда Мы Видели Такую Кровать Которая Стоит 5000 Долларов Но С Электронным Управлением Она Там И Будильник Она Переворачивает Шум Дождя Программа Закладывается На всю Ночь Вы Спите Ну А Во Сне Вы Забываете Где Вы Спите И Собака Забывает Что Она Спит Под Забором Сон Одинаковый Но В И Узорном Мы Наслаждаемся Я Сплю На Богатой Кровати Я Ем Мороженое Золотой Посудой Это Вам Не Просто С Ладони Понимаете Но Вкус Тот же Самый Это Иллюзорное Наслаждение Это Культивирование Возвышенно Мыслить Вот Это Задача Для Человека Вот Это Великое Искусство Господь Помогает Нам Изнутри Направляя Своими Указаниями Нашу Деятельность В Преданном Служении И Благодаря Этому Мы Продвигаемся По Пути Ведущему Домой К Богу И Он же В Облике Духовного Учителя Дает Нам Наставление Извне Поэтому Духовного Учителя Ни Духовному Учителю Нельзя Относиться Как Обыкновенному Человеку Ибо Он Является Представителем Верховной Личности Бога Если Он Не Скажет Слова Священных Писаний Только В этом Случа Тут Осталось Пару Предложений Дочитать Комментарии Духовному Учителю Нужно Оказывать Тоже Почтение Что Верховной Личности Бога Никогда Нельзя Завидовать Ему Или Считать Обыкновенным Человеком Если Мы Будем Заниматься Преданным Служением Господу Выполняя Указания Духовного Учителя Нас Никогда Не Коснется Скверно Телесной Или Материальной Деятельности Мы Обязательно Достигнем Цели Жизни Комментарий Закончился Я Прочитаю Еще раз Перевод Текста У Доблестный Царь Пожалуйста Будь Всегда Беспристрастен И Одинаково Относись Ко всем Людям К равным Тебе К тем Кто Стоит Выше И к тем Кто Занимает Более Низкое Положение Пусть Мимолетные Горе И счастье Никогда Не выводят Тебя Из Равновесия Всегда Держи В повиновении Свой ум И чувства Находясь В этом Трансцендентном Состоянии Старайся Выполнять Взложенные Тебя Обязанности В каких Условиях Ты по моей Воле Не оказался И помни Что твой Единственный Долг На этой Планете Защищать Своих Подданных Пожалуйста Какие у нас Будут Сегодня Вопросы Спасибо Большое Илья Вам Слово Александр Владимирович Здравствуйте Спасибо Большое За возможность Общения Спасибо За Прекрасный Стих Вот У меня Вопрос По стиху Там Упоминалось Слово Доблесть У нас Как раз Наш Челлендж Наше Собрание Мужчина Так и Называется Доблесть Не могли Были Сказать Какими Качествами Должен Обладать Современный Мужчина Чтобы Его Называли Доблестным Да Мы Упомянули Как раз Ну Хорошо Давайте Выделим Из То Что мы Говорили Вот Конкретно К этому Понятию Доблесть Доблесть Означает Что человек Выполняет Свой долг Безукоризненно Например Как Сказал Апостол Павел Не женился Не женись Женился Не разводись Это Доблестный Путь Это Касается Также Нашей Деятельности Есть Примеры Из Истории Титаник Тонул Титаник Вообще Это Она Но В русском Это Он Корабль Титаник Тут Вот Знаете Передовое Знаете Ну Было Чудо Техники Непотопляемые Вот Так Объявили Люди Тогда Не очень Не Не Очень Верили Не доверяли Этим Пароходам Через Атлантику Ходить Было Опасно Там Были Айсберги Там Были Шторма Все Так Это Океан Поэтому Они С Опаской Относились Таким Путешествием Но Но Когда Появился Титаник Люди С Огромной Верой Там Было Несколько Тысяч Людей Они Были Убеждены Что Он Не Потонет Но Он Потонул Вы Знаете Потонул Там История Подробно Описывается Потом Исследовалось Как Это Произошло По Нелепости Буквально Затонул Но Что Удивительно Люди Спасали Друг Друг Очевидцы Выжившие Говорили Что Офицеры Вели Себя В высшей Степени Доблестно Они Последними Заходили В шлюпки И Некоторые Из них Не успели Музыканты Которые Были На Палубе Доблестно Вели Себя Они Грали Музыку Пока Пока Не Играть Выполняли Свой Долг И Капитан Корабля Даже Не пытался Спастись Ему Предлагали Он Утонул Отдав Честь Вместе С кораблем Это Пример Доблести Пример Доблести Вот Так Люди Исполняли Свой Долг Спасибо Евгений Краснов Пожалуйста Добрый день Александр Геннадьевич Спасибо Большое За Вашу Лекцию И За Возможность Задать Вам Вопрос Мое Почтение У меня Вопрос Такой Вы Сказали Про Свободное Состояние Что Это Состояние Без Невежества Но Если Работать В страсти Под Действием Собственно Гуна Страсти Как Добиться Нахождения В Трансцендентном Состоянии Порой Бывает Такое Что Начинаешь Работать Сильно В страсти Я понимаю То Что В идеале Нужно Отдавать Стараться Отдать Отойти От результата Деятельности Постараться Думать О том Что Как раз О долге То Что ты должен Просто делать Просто делай Как Арджун Вот Ты должен Не опускать руки А просто Просто бою Просто сражайся Но При этом Я думаю О том Что Человек Все равно Находится Под действием Гун То есть Действием Материального Мира И Сил Материального Мира И он Это может Быть Его Уловка Ума То есть Он Все равно В какой-то Определенный Момент Отдается Этой Страсти И делает Пока у него Просто батарейка Не сядет Как Как добиться Вот этого Трансцендентного Состояния Какие Должны Быть Ну Я понимаю То что Мне например Для меня Это новое Но Аскетизм Мне в какой-то Степени Помогает То есть Я лучше Начинаю Чувствовать Куда Нужно Эти Может быть Вот Есть еще Что-то Что Помогает Прийти К этому Постоянной Осознанности В Деятельности Спасибо Это хороший Вопрос Да Спасибо Что касается Гун Природы Тело Состоит Материальное Из гун Материальной Природы И все Что мы Делаем Делают Гуны Природы На самом деле Тогда Как же Мы говорим Об освобожденном Состоянии Вопрос Каковы же Признаки Что мы Освобождены Если тело Всегда Находится В гунах Освобождается Наше Сознание Сейчас Мы об этом Немножко Поговорим Именно Сознание Есть Невежество Есть Страсть Есть Добродетель И Невежество Это Пассивное Состояние Это Болезненное Состояние Это Депрессивное Состояние Человек Неэффективное Деятельность Он Не желает Вообще Ничего Делать Это Лень Также Безысходность Чувство Вины Это Такое Опустошение Апатия Понятно Низшая Гун Пассивная Детская Смей Смей Ничего Ничего Безполезная Жизнь Может Наркотики Будут Может Что-то Такое Будет Паразитизм Какой За счет Других Человек Начнет Выкручиваться Но он опускается вниз. Страсть, это уже ответственная деятельность. Она требует образования, положения в обществе, профессии, денег, организации. Это уже буна полезная, да, с одной стороны. Это часть ее полезная. Другая часть, которая взращивает жадность, она не полезная. Вот, поэтому жадность ведет к чему? Опять снова к тамабуне. Я работаю, чтобы потом отдыхать, быть пассивным. Вот что сегодня происходит. Страсть к невежеству возвращает. То есть человек работает для отдыха, для наслаждения потом. В отпуск поехать куда-нибудь, выходные провести, денег побольше заработать, чтобы потом их потратить на чувственное наслаждение. Страсти не верится, страсти не верится. Поэтому мы говорим добродетель. Поставьте цель в добродетели выше отдыха. И страсть становится активная добродетель в сочетании со страстью. Добродетель в сочетании со страстью. Активная добродетель. Страсть в сочетании с невежеством, активное разрушение. Вот, видите, да, что без страсти мы не сделаем, то есть тело действует с троподой энергией страсти. Махараджи Притху, о котором мы прочитали император, царь, это гунна страсти. Его природа гунна страсти. Ему даются наставления высшей благости, связать свое сознание, ум и чувство, под контролем держать высшей благости. Это очень полезно для мира. Как раз нужны такие деятельно предприимчивые люди, которые осмыслят цель человеческой жизни. И вот они и выведут своей активной деятельностью людей к свету. То есть это сочетание страсти и добродетели очень ценно. Александр Цапель, пожалуйста. Александр Геннадий Дмитриевич, пожалуйста. Спасибо большое вам за лекцию. Благодарю. У меня такой вопрос, может быть, он будет из двух частей. Вы сейчас в лекции говорили про Варнашима-Харму. Есть четыре Ашима. Это Бармачария, Крихарская, Ванапраска и Кангасия. Как в современном мире становится Ванапраска? Не надо ли? Сейчас более такое время, когда много разводов. Я сегодня слышал, что в 2024 году в России 103% разводов. То есть это год, который обмеряем годом семьи. И много мужчин, которые уже в возрасте оказываются без семьи. И что им делать? Как это Ванапраска, это так, чтобы реализовывать в современном мире? Нужна ли для этого инициация? Или это, ну, как сделать настоятельно? Это самый такой туманный Ашим для меня. Хороший вопрос. Или оттаваться в Грихарскую? Когда один мужчина оттаваться, что ему делать? Хороший вопрос. Спасибо, хороший вопрос. Ванапраска, это лесной житель или отшельник, так буквально, если перевести это слово. Грихарская, это человек, живущий в доме с женой или с матерью, с детьми. Это Грихарская. Брамачария, это ученик, который обучается силе характера, знания ведическим. И каким-то прикладным наукам тоже, чтобы иметь профессию. Это Брамачария. И саньяса, это четвертый, высший Ашим, это состояние отречения от мира. Значит, четыре ступени обучения. Семейная жизнь, отход от дела отшельничества и отречение полное. И то есть, ванапраска, он не возвращается к семейной жизни. Вот в чем его особенность. Он должен пройти это и закончить. Он отшельник, все. Он стремится к отречению. Это его третья фаза жизни. Значит, первые 25 лет ученичества, вторые 25 лет семейная жизнь, третья фаза 25 лет отшельничества и последние 25 лет, если мы сто лет живем, отречение. И человек бесстрашный, спокойно уходит, покидает этот мир и знает, куда идет. Если он проходит эти четыре ступени, он в полном знании знает, куда он идет дальше. Как духовное существо, которое не умирает, а меняет тело. Он знает свое будущее воплощение. Он уже планирует и получает его. Что касается нас сегодня. Мы сейчас обучаемся с вами. В данный момент времени. У нас разные возраста, хотя мы же уже взрослые люди. Уже многие прошли семейную жизнь, или развелись, или просто поженились, дети есть. Но мы обучаемся. Мы сейчас как брамачарии обучаемся. Хотя уже большие. Значит, мы одновременно ведем семейную жизнь и жизнь брамачария. Одновременно. Клик бес называется, да? Наверстываем упущенные. И применяем эти свои знания в семейной жизни, если она есть. Если ее нет, если она считается пройденной, тогда мы общаемся со святыми уже. То есть, ванна праста, это возможность общаться близко со святыми духовными людьми. Что укрепляет именно наш дух и характер еще сильнее. То есть, семья должна быть, но уже духовная. Одиночество не позволяется. В одиночестве мы будем страдать, и мы можем запутаться, потеряться в этом мире. И, знаете, много влияния всяких. Снова женщины появятся, или там друзья какие-то, или мало ли что случится в этой жизни. Нам нужна как бы защита. Духовная семья образуется. Это ванна праста. И ванна праста, он распространяет свой духовный опыт и материальный опыт мудрый, который он имеет уже. Счастье, несчастье он пережил, вырастил детей, развелся там, женился. Все это было с ним. Он знает эти вещи хорошо. Он может давать хорошие советы. Он знает священные писания, или изучает их активно. Помогает людям, чтобы они не совершали лишних ошибок. Это ванна праста. Это его роль. Роль наставника. Поэтому учитесь сейчас, становитесь наставниками. Спасибо большое. Дмитрий Булыгин, пожалуйста. Добрый день всем участникам. Александр Геннадьевич тоже добрый день. Большое спасибо за уделённое нам внимание. У меня, знаешь, вопрос такой. Я не так давно столкнулся вообще с этим священным писанием. Возможно, вы уже отвечали неоднократно на данный вопрос, но для меня это будет очень полезно. «Баховая нитью», «Красной нитью», скажем, проходит такое вот, что «делай все действия для Господа, в том числе воспитывай детей». И вот у меня в этой части я отец трёх, трёх до четырёх, и хотелось бы понять, как это, ну то есть как себя отождествлять, как этот человек, который воспитывает ребёнка для Господа, то есть как он себя проявляет, то есть как это, какое ум и настроение, то есть как это в ментальном, физическом плане должно быть проявлено, допустим, во мне по отношению ко мне. Спасибо. Да, у меня есть одна дочь, у тебя три, у меня вот дочь одна только. И ей было три месяца, когда мы столкнулись с Бхагавадгитой и стали практиковать уже принципы регулирующиеся, отказались от мяса, рыбоя яйца, от всех интоксикаций, от азартных игр, от денежных махинаций, вот, и стали повторять свои тремена. Мы практикуем уже около сорока лет всей семьёй, дочь тоже, вся семья. И как это происходит, как мы обучали ребёнка? Я не помню, что мы её специально обучали этим вещам. Мы просто жили как, ну, как преданные Богу люди. Развивали свою любовь к Богу, свой интерес к Священным Писаниям, приглашали гостей, освещали пищу. Дома всегда у нас было весело, интересно, много творчества. Мы говорили о Кришне. И дочь, она просто сама росла и делала то же самое, ей нравилось всё это. Я никогда её не заставлял повторять мандру, допустим, выдать принципы. Я даже наоборот пытался её связать как-то с этим миром, думаю, может, мы её навязываем, там, может быть, как сектанты, да? Я говорю, может быть, тебе хочется послушать рок-музыку, а? Она там всё какую-то музыку, раги какие-то изучает, знаете, всю жизнь, там, ещё какие-то. Я думаю, ну, вот мы-то слушали вокально-инструментальные ансамбли, так, Бип Паппл, там, Битлз, там, ну, она как-то вот в этом всём из-за нас, наверное, да вот мы, наверное, причина. Я говорю, может быть, ты послушаешь? И она меня так отчитала, помню, сказала, ты меня вообще не понимаешь, это вообще не музыка там, то, что ты слушаешь. Вот, вот тут музыка. То есть у неё другие вкусы от рождения уже были выше наших, потому что она с рождения уже жила в этих принципах, да, в этой атмосфере духовной. И она с детства, ну, сейчас её нет хорошо, она с детства разговаривает с Богом. Это для нас было поразительно совершенно. А для неё было естественно, потому что она выросла в этих условиях. Она получила посвящение, то есть никогда её не заставлял ничего делать. Просто мы сами жили собственным примером, образом жизни, и она видела эту разницу. Как в этом мире живут люди, как мы живём, она выбрала таким путём. Поэтому вы собственным примером можете вести людей. А дочери, я скажу, они очень зависимы от отца, от примера отца. Очень сильно. Они любят отца. Знаете, что отец всегда очень нежен с дочерьми, а мать очень строга. Отец очень строг с сыном, а мать с ним нежна. Так всё компенсируется. Поэтому вот твоя любовь к ним и твоя любовь к Богу, она сделает своё дело. Максим, вам слово. Осте, Андрей Геннадьевич. Добрый день. Меня слышно? Да, да. У меня такой вот вопрос сформировался, можно сказать, религиозный. Я вот так недавно тоже познакомился с Бухгалдгитой, священными писаниями. И так же узнаю других источников, там из книга «Мудрости». И там я всегда читаю те знания, что мы не есть физическое тело, а сознание, то есть бесконечное, многомерное сознание, воплощённое в физическом теле временно. И йога — это тоже как путь самопознания, есть восемь ступеней, ну и так далее. То есть у нас есть там земля, вода, воздух, пять стихий, эфир на пальцах. И у меня такой вопрос, вот когда говорится отдавать Богу любовь, то есть любовь к Богу, там, прощение или подношение, это имеется в виду, Бог — это что-то вот, как бы энергия, Вселенная, потому что я верю в законы Вселенной, я верю в Создателя. Но само понятие «Бог», по идее, это же мы сами, мы есть проявление Бога, мы часть Бога, то есть нам надо любить себя, познавать себя или вот кого-то, то есть представлять вот общение с Богом. Это вот надо кого-то отрождествлять, то есть с кем-то, то есть он где-то там, но он есть, да? Либо это всё-таки мы, потому что третий глаз, да, вот, допустим, есть между правым и левым полушарием, позвоночник, вот всё, энергия, кундалини, то есть голова — это небо, то есть мы как бы есть Бог, частью, приложение Бога. То есть нужно, и вопрос заключается в том, что нужно поклоняться или просто быть счастливым и понимать, что Бог есть ты, и всё тобою создано, и ты этим наслаждаешься, как бы, и делаешь какие-то добродетельские дела. Вот такой вопрос. То есть три единые, три единые аспекты Бога. Вот в этом вещь, твой вопрос. Бог постигается... Три единые? Ты сейчас говоришь о первой ступени, что это как энергия, как всё вместе взятое, вот вся энергия. Всё это есть энергия, всё это есть Бог, и мы тоже в этой энергии, мы тоже как Бог, да? Это единство, ты понимаешь, единство. Манизм называется. Да, единство. Да, единство. Послушай до конца. Да, это единство. И сливаясь с этим единством, ты становишься этим полным единством. Вот такая концепция существует. Вот это первый аспект познания, единство. Второй аспект познания, локализованный аспект Бога в сердце каждого живого существа. Он выше, он включает в себя единство и разнообразие одновременно. В этом единстве есть разнообразие. Если мы говорим только единство, тогда непонятно откуда разнообразие. Это объясняет параматма, сверхдуша в сердце. И в ядре каждого атома. То есть мы видим, что материя в пяти состояниях. Земля, вода, огонь, воздух, эфир. Это все одна материя, но в разных состояниях и качествах. Потому что там находятся параматмы. Причина этого разнообразия. Если есть планета, значит есть тот, кто населяет планету. Если есть коровы, должна быть трава. Если есть солнце, должен быть глаз. Или если есть глаз, значит должен быть солнце. Все связано в этом разнообразии, в единство и в разнообразии. Это параматма. Локализованность. В каждом сердце находится сверхдуша. Бог. Один и тот же причем. Не то, что у каждого свой бог. Один и тот же. Как солнце отражается во всех росинках, до миллионах росинок. Одно и то же солнце это. Так же и параматма находится в сердце каждого живого существа. И она причина нашей материальной индивидуальности. Она следит за нашей кармой, свидетель в сердце. Это наша совесть. И это второй аспект Бога. И третий аспект Бхагаван. Это личность, которая умещает в себе все предыдущие. Бхагаван это личность. То есть он обладает чувствами, формой, качествами, окружением, собственной обителью. И вот когда мы говорим любовь к Богу, имеется в виду Бхагаван. Лично, когда ты лично знаешь его. Иначе любовь будет сентиментальна. Необоснованна. Например, кто-то может сказать, я влюбился и женюсь. А его спрашивают, а кто она, а как выглядит, сколько лет. Ты говоришь, не знаю, не видел ни разу, но чувствую, что люблю и скоро женюсь. Это необоснованно, правда? Это чувственно, сентиментально. Ну, другой пример. Гора. Гора. Как мы познаем? Гора одна и та же. Но издали мы даже не видим форму. Нечто видим, как туманец там какой-то. Вот это первая ступень познания. Единое. Что-то единое. Что-то нечто. Ближе параматно форму. Начинаем видеть, что конкретная форма. Гора называется уже гора. Все понятно. И взбираясь на гору, мы понимаем уже, как она есть на самом деле. С ее живыми существами, с ее ландшафтами, ручьями. Совсем разнообразными. Это Бхагаван. Личность. Если бы он не был личностью, мы бы тоже не были личностью. Потому что абсолютно источник всего. Чувства, которые мы имеем, исходят от него. Личностные качества от него. Поэтому, когда мы говорим о любви к Богу, говорим о личности Бога. Это конкретная личность, которая описана в Священных Писаниях. Хорошо. Спасибо большое. Добрый день, Александр Геннадьевич. Спасибо большое за знание, которое вы несете. У меня такой вопрос. Можете немного рассказать подробнее об оскорблении? И в этом же ключе смотреть, слушать ураны на ютубе, сидя в машине, в шортах. Это будет оскорблением? Нет. Это зависит от места, времени и обстоятельств. Если, скажем, в храм ходить в шортах, это может считаться неприличным. Но в повседневной жизни, в других обстоятельствах, это не имеет такого веса оскорбления. Не имеет. И вообще, что касается именно служения Богу, то там нет строгих правил. Главное правило – это искреннее желание. Искреннее желание. Остальное по обстоятельствам. Например, если вы сейчас все стандарты примете, люди испугаются вокруг. Что вы делаете там очиман, там чуть что, или какие-то манты там читаете, или там шепчете что-то, или одеваетесь в какие-то странные одежды у всех на виду, допустим. Или ставите тилоки, они могут тоже думать, что это такое. Они не знают ничего этого. Поэтому мы можем в разных как бы быть атрибутах, согласно месту, времени и обстоятельствам, что требуется от нас. Но в храме, скажем, если посещаем храм и едем в места паломничества, мы, конечно, там соблюдаем все наши стандарты. Потому что тоже в места паломничества, в шортах мы не пойдем, конечно же. Это будет нехорошо. Понимаете, да? Один человек, когда правопад был в Германии, он отец был одного преданного, ученика, что правопада. Он пришел специально послушать, о чем говорит его духовный учитель, его сына. И он увидел, что все вот одеты в тхоте, в такие священные одежды, там, с тилоками, со всеми знаками священными. Он послушал и сказал, с вами Джи, к нему обратился, к правопаде. У вас ничего не получится. Никто не примет все эти вот атрибуты, одежды. Это Европа, это западный мир, это другая культура. А вы что-то индийское привезли. И у вас движение не будет развиваться. И правопада ему ответил, что Кришну-то может сознавать даже в этом костюме. Тогда он сказал, ну тогда вы пойдете далеко. Он был этим очень вдохновлен, впечатлен этим ответом. Поэтому смотрите, место, время, обстоятельства. Спасибо. Я бы хотел задать последний вопрос, который очень волнован. Я плохо слышу, ближе к микрофону, может быть. Очень плохая связь. Ничего не слышно жует. Нужно продублировать вопрос мне, если кто-то понял. Пусть напишет. Или написать вопрос нужно. Александр Геннадьевич, добрый день. Спасибо вам за всю вашу просветительскую деятельность. У меня к вам вопрос по характеру. Вот недавно общался с другом. Он неверующий. Я пытался... Мы с ним говорили о вопросах мироздания. И я пытался как бы отстоять свою точку зрения, что я верю в Бога. Но он мне некоторые аргументы давал как бы против. Извините, я волнуюсь, у меня голос трясет. Вот. Он логический человек. Математик. И поэтому говорит... Это не мое мнение, я просто говорю. Предположим, Бог создал всех. Тогда кто-то создал Бога. Есть какой-то надбог. И значит, у этого надбога тоже есть надбог. И вот я не смог ничего противопоставить. Расскажите, вот как можно ответить на такой вопрос? Одно слово объясняет санскритское этот момент. Когда мы спрашиваем, откуда появился Бог. Сварат на санскрите. У него нет источника. Он независимый. То есть, Бог по определению независимое существо. Поэтому нет источника. Сварат. Это философски нужно принять. Мы же о Боге говорим, об источнике всего. Значит, мы не можем спрашивать, какой у него источник. Если он причина всех причин. Значит, вопрос нелогичный сам по себе. Вот он, математика, логика, вопрос нелогичный. Ведь мы же говорим об источнике всего. А первые источники всего. Вопрос нелогичный. Сварат ответ. Спасибо большое. Тогда будем завершать. Хорошо. Спасибо всем. Удачи. Успехов. Изучение священных писаний. Это очень важно сегодня. Спасибо огромное за встречу.